добрый день сегодня расскажу вам как устроено штрих-кодирование 1с розницы все мы знаем что есть типовые вещи там которые у нас есть номенклатуре это возможность задания штрих-код для любого товара соответственно вы можете выбрать позицию номенклатуры прийти в штрих-код и здесь генерировать у нее какой-то новый штрих-код вот но есть некоторые нюансы то есть вы для нее про них должны знать вам сейчас про них расскажу то есть первый нюанс это вы можете перейти в администрирование настройки номенклатуры и здесь включить возможность использования не уникальных штрих-кодов товаров вот такая галка зачем она нужна за тем что не все производители свои штрих-коды штрих-коды своих товаров проводят через различные базы да там с проверкой уникальности соответственно у вас легко может попасться штрих-код который одинаковые на те или иные виды товаров как это работает соответственно это работает следующим образом допустим мы сейчас отключим эту настройку и для позиции номенклатуры зададим вот допустим для этого принц печенья да там мы зададим штрих-код который будет условно говоря уникальный да там на текущий момент ставим ян 13 вот сохраняем вот у нас штрих-код для этой позиции номенклатуры есть все мы по нему можем этот товар найти если мы попробуем для следующей позиции номенклатуры допустим такой же штрих-код создать таким же образом да там сгенерировать этот штрих-код вот таким образом он назначить допустим нас от производителя все пришло и сохранить да там нам программа сказать что такой штрих-код уже существует и у него есть владелец да там предыдущие позиции которому редактировали для того чтобы этой ошибки не возникало мы можем не ошибки предупреждение возникало и штрих-код сохранялся мы можем поставить галку использовать не уникальный штрих-коды и соответственно после этого у нас штрих-код легко сохранится вот у двух позиций одинаковый штрих-код ну и соответственно проверим как это работает можно зайти в продаже допустим заказа покупателей в любой документ неважно зайти на товары нажать и в 7 и ввести этот штрих-код нам программа попросит поэтому штрих-коду сказать как как какую именно позицию мы выбираем первую или вторую вот соответственно здесь это работает вот таким образом не уникальный штрих-коды можно вводить программу и главное поставить вот эту галочку дальше у нас есть следующие вещи да там штрих-кодирование и штрих-кодирование товаров на весах есть префикс штрих-кода весового товара и префикс штрих-кода фасованного товара что значит весовой что значит фасованный то есть весовой товар это это префикс 1 да вот на текущий момент заданный соответственно у вас будет вот поэтому поэтому по этой маски которая ниже написано вот 2x потом 5 раз с потом wz да там у вас будет сгенерирование сгенерирован штрих-код для весового товара и соответственно есть префикс штучного товара у вас таким же образом будет сгенерирован штрих-код штучного товара только вот префикс у него будет три посмотрим как это работает да там во первых немножко расскажу вам про штрих-коды я 13 что это такое вот в excel расписал да там вот это самый префикс штрих-кода дальше у нас идет обозначение весового товара и обозначение фасованного товара да там вот весовой товар у нас 1 фасованный у нас 3 соответственно вот здесь у нас 1 здесь у нас 3 13 это значит что контрольная цифра да там по штрих-коду будет вычисленным следующим образом то есть у нас те числа которые нечетные умножается на 1 четно умножается на 3 соответственно получается сумма вот 29 на там из суммы вот перемножение вот этих столбцов соответственно если добавить к этой суммы единицу получится 0 вот единица как раз и будет контрольная цифра соответственно здесь у нас зашифрован вес и посмотрим соответственно как это работает тот скопируем этот штрих-код и здесь в программе то есть мы сейчас взяли штрих-код весового товара ведем товар по штрих-коду наберем наш штрих-код и вот напишем вот это и вот эти данные и введем да там соответственно у нас подобрался товар да там крупа гречневая в количестве 1550 килограмм смотрите по поводу крупы гречневой здесь у нас следующая вещь то есть во первых у нас есть код искаю товара вот код искаю 102 и он зашифрован в этом штрих-коде вот здесь вот в этих пяти цифрах соответственно 00 102 это вот код искаю товаров дальше идет зашифровка веса зашифровка веса 1550 да там три знака это вот после запятой то вот это и 1000 это вот вот этот знак да там один килограмм соответственно больше у этого товара да там у него вообще вот сейчас к нему не прикреплено никаких штрих-кодов вообще в принципе то есть он пустой общение поскольку он весовой весовой он обозначается вот здесь установлена галочка что он весовой сейчас вам покажу да там вот здесь ставится галочка внизу что товар весовой признак весового товара все программа понимает что если мы будем запускать вот этот штрих-код этом для поиска этого товара то соответственно она будет понимать что и нужно найти искаю 102 да там заданная в программе и назначить вот этот вес который указан во второй части штрих-кода назначить его вот соответственно сюда вот соответственно это работает вот так мы всем нажимаем вводим эти данные программа по вот этому префиксу 21 да там по единичке понимать что это весовой товар дальше она находит искаю вот это вот 00 102 вот лидирующий на ли убирает здесь находит просто второму и соответственно вот этот вес она ставит ставит сюда в количество вот так то работает вот и второй пример это фасованный товар фасованный товар немножко по-другому работает да у него префикс 3 таким же образом я вычислил здесь контрольную сумму да там соответственно вот здесь написано 0030 15 вот смотрите что будет сейчас мы копируем этот штрих-код и соответственно вводим его сюда и у нас получается 15 килограмм вот что это значит это значит что вы можете товар весовой за фасовать но в какие-то там упаковки допустим у вас крупа гречневая может быть в упаковках по 15 килограмм и соответственно в программе у вас будет вестись учет именно по по килограммам вот а при сканировании этого штрих-кода у вас автоматически да там будет ставится сюда ставится сюда вот это значение 15 килограмм ну может быть не 15 килограмм может быть там килограмм 2 3 там и так далее вот соответственно здесь также автоматически будет там вставать цена и все что с этим связано соответственно что нужно знать да там нужно знать что условно говоря в программе 1с розница есть три шты три штипа штрих-кода они настраиваются в разделе администрирование настройки номенклатур штрих-кодирования соответственно здесь устанавливается префикс для штучного товара то есть все что там начинается у вас на 22 это все будет штучный товар дальше у вас есть префикс весового товара и префикс фасованного товара соответственно вы можете посмотрев на штрих-код просто определить что это за товар и будете понимать что если у вас в штрих-коде закодирован вес до этом если он у вас там на 21 начинается то соответственно у вас тот вес который там написано это пять цифр перед перед контрольной цифры да там они у вас переведутся именно вес вот таким образом да там в любом документе вы можете на перейти на вкладку товара нажать и всеми вызов подбора товара по штрих-коду ввести сюда штрих-код и у вас вот сюда переведется этот товар вот вы можете использовать не уникальный штрих-коды при этом у вас на вам нужно поставить галочку и при выборе не уникального штрих-кода у вас подберутся все товары которые по этому штрих-коду заведены в базу и еще вы можете также весовой товар расфасовать в упаковке расфасовать в упаковке и также назначить для них штрих-коды распечатать для них штрих-коды и соответственно при вводе этого штрих-кода у вас будет программе определяться именно тот вес который вы расфасовали в упаковке вот таким образом работает штрих-коды штрих-кодирования в 1с рознице соответственно используйте если у вас есть какие-то вопросы по штрих-кодированию либо вам необходимо задать какой-то уникальный уникальный функционал для 1с рознице то обращайтесь к компании кадрлайн спасибо большое спасибо